у него с собой столько воспоминаний столько картинок из жизни я думал что нас ждет еще долго большое будущее но ты ушел быстро и без поворот очень будет скучать и долго вспоминать жесткий диск с тремя терабайтами информации от снятым материалом за весь сезон в турции просто сдох восстановить видео практически невозможно хочется вспомнить все яркие крутые моменты которые мы переживали и многие из картинок останутся только в наших воспоминаниях мы собрали оставшийся материал и решили сделать последний блок из турции и после чего мы начнем новый сезон этот влог основан на трех выходных в которых мы решили показать то как мы отдыхаем приятного просмотра это inspire влог утречка добрая мы выдвигаемся на рафтинг доброе утро привет как настроение классно но я поспал всего лишь 3 часа это же для меня каторга главное за веслом не засыпай как говорится баба утонем у нас и половины температуры половина людей заболела аленка что делать ну ладно если ты заболеешь мы будем пить водкова чисто с профилактических лечебных целей залетаем пойду пойду поднимаемся в горы у меня заложила одно ухо второе слышит у нас правде трошки важку и страшно сейчас мы гатим по горной местности и по серпантину на большой реально скорости и по моему экстремальным у нас не только спуск а еще и подъем на машине турецкий чай это вообще типа традиция с утра в обед и вечером турецкий чай самовар местный в котором готовят турецкий чай они очень тащатся по чаю предлагают его во всех кафешках и странах в общем тот кто был в турции тот прекрасно это знает что такое грецкий чай грецкий чай день или вечер добрый господа подписчики арестанты показывают 13 градусов то время когда мы будем проходить реку я думаю будет порядка наверно 20 градусов максимум а это горная река будет холодно просто я очень надеюсь что сегодня будут выдавать гидро костюм если гидро костюмов не будет я одену вторые носочки пока тем уже порядка часу по серпантиновой дороге реально немного угочало и уже становится максимально хуёво хочется быстрее доехать и просто подышать просто походить фу слава богу мы на земле серпантин закончился братан дарик зачем мы прибыли на локацию сейчас время а завтрака после чего мы выдвигаемся в путь попадайте к нам в команду и у вас тоже будет такая возможность находиться с нами задним столом и ездить выступать на бассейнные жилеты для безопасности чтобы не утонуть к херам я думаю все таки они нам помогут итак многоуважаемые коллеги мы отправляемся я так понимаю молитву для нас включили они это не молитва слава богу мы приехали на место готовим лодку и буквально через несколько минут мы врываемся в течение этой реки а раньше я займался греблею я дуже сподіваюсь что эти навыки мне сегодня допоможут не вмерти и подолать цей важкий шлях вы готовы? вы готовы? вы готовы? мы готовы let's go ребята это просто нереально весло тут что соседне лодки там где наши ребята пробивал весло теперь Витя отдыхает просто курашник теперь твоя веселька капром все она просто упала мне на шею потому что она полетела вперед потому что там буквально идет вертикальный спуск наша команда называется десанник десанник яс и кам Pan Ребят, один из их участников упал в реплюк и его не видно, не могут найти его. Нет, это не он. Каньон. Чувак, выпав, выпав. Ну, если честно, я враженный, мне очень сильно сподобалось. Это была моя первая поездка на рафтингу. Было очень круто. Даже один раз так получилось, что я выпал. Это просто нереальные ощущения. Очень много моментов, когда тебя просто вот так нагребает водой. А в начале один персонаж. Да, именно он. Он его снесло водой. Месло улетело, не знает куда. Там камни. И Вите пришлось своими словами. Все прошло очень круто. Реально. Если вы в Фитхии, я советую этот экстремальный спуск. Я советую этот аттракцион всем вам. Мы советуем. Мес, месло. Поэтому врывайтесь. На самом деле цена очень-очень демократичная. Это 140 лир. Это порядка 30 баксов. 30 баксов. И за это вы получаете офигенные ощущения. Вы завтракаете. Вы обедаете. Трансфер. И в принципе базовую экипировку. Это шлем. Это спасательный жилет. И за 20 лир дополнительно вы можете взять вот себе такие черевики. Чубиточки. Сегодня мы отваливаем в очень прикольное место. Называется Потаро Бич. Это один из лучших пляжей мира. Сейчас задача разбудить всех пацанов, потому что они по-любому себя. Летарство, выкидайся. Кстати, это наш оператор. Ваня. Доброе утро. Доброе. Всем привет. Меня зовут Вадик. Я участник команды Inspire. И мы сегодня побываем на трех крутых местах. Первое. Это город Ксантос. Это главная столица Ликийской страны. Второе. Это город Потаро. Это, можно сказать, вторая столица Ликийской страны. И третье. Мы побываем на самом крутом пляже Турции. Ах. У нас все как всегда. Майк проспал. Витаха не может собрать гусей. Дима после вчерашней движухи поломался. Саша с Дэном в Анталии. В общем, все колдуны слились. Музыка. 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 А что это за прикладоваться? Это чия пудинг с овсянкой, малиной, орехами и медом. Я финиш. Я финиш тут. Музыка. 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 на своем выдуманном языке 850 году до нашей эры когда армия брута напала на город ксантос эти люди начали выкупать что они как бы проигрывают зажгли огромный костер и начали просто в него прыгать тем самым покончили жизнь самоубийством брут был в шоке и он приказал своим людям доставать людей из костра но было уже поздно конечно же там где мы там всегда и попу и этот раз не исключение небольшое предупреждение насчет дрона и проблема окончена тем временем мы двинулись на следующую локацию йо мы на потаро бич бомбовый пляж вообще один из лучших в мире почти как в очаге заходим между лесом понял как рыбаковка рыбаковка тут еще должен пьяный валяться понял такой обзрызтый путешествие авантюризм поездки наверное для нашей команды и для каждого из нас это одно из самых важных в жизни вещей мы просто любим посещать новые места открывать для себя какие-то красивые классные локации каждый выходной мы искали для себя новое крутое место куда мы можем поехать клёво провести время вдохновиться и набраться силы и энергии на момент выпуска следующего влога мы уже будем в украине по полной готовятся к нашему концерту который мы хотим представить в родном городе николаев поэтому если вы в николаеве 22 ноября 2019 года мы дадим жару концерт поле юнос и раскачаем свой родной город своих друзей и близких друзья спасибо вам большое за просмотр и комментарии обязательно ставьте лайк оформляйте подписку и жмите на колокольчик ждите следующее видео по уведомлениям и